Что дальше? Дальше два варианта. Или народ принимает изменения к этой Конституции, и у нас появляется обновленная Конституция. Или он отклоняет эти предложения, и у нас остается старая Конституция. В этом весь ответ на вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Потому что все сошлось на то, что это потребно только Лукашенко. Если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. У меня, как вы видите, есть масса вопросов, есть чем заниматься. Не могут вернуться мои сыновья, мои ребята, больше двухсот человек, я их не могу не встретить в аэропорту. И поручить никому это не могу. Поэтому не надо тут замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал. Осталось основное – принять Конституцию, изменить законы и законодательства, привести в соответствие с Конституцией. Но это мы сделаем. Это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали. С нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром и доморощенных в том числе, они все здесь, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс. Вот когда мы это все сделаем, устаканим, дошлифуем, если это надо будет, тогда, пожалуйста, приходите, будем формировать новые органы власти и жить дальше по новым законам и новым правилам. Продолжение следует...